Всем привет, с вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашем российском футболе и сосредоточимся на Санкт-Петербургском Зените, который объявил о подписании Дэна Ловрена, экс-игрока Ливерпуля и футболиста сборной Хорватии. И, конечно же, на фоне всего этого мне стало интересно, что же думают болельщики Ливерпуля и, в принципе, иностранцы касательно данного трансфера. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Узнаем, что же думают фанаты Мерсисайцев, Хорваты и прочие касательно переезда Дэна Ловрена в Зенит. Друзья, многие из вас, скорее всего, как и я, любят спорт. А что, если я скажу вам, что на этом можно еще и неплохо заработать? Я недавно наткнулся на очень интересный телеграм-канал FloraBet с бесплатными прогнозами на спорт. В нем ребята каждый день публикуют бесплатные прогнозы на спортивные мероприятия. Никаких договорных матчей, раскруток счетов, только стопроцентная аналитика каждой встречи. Если вас заинтересовал данный телеграм-канал, ссылочку на этих клевых ребят я оставлю в описании. Переходите и начинайте зарабатывать уже сегодня. Никки Трон написал, уходить сейчас самое время. Ловрен исчерпал себя в Ливерпуле. Ну, здесь, наверное, не поспоришь. Действительно, Дэйн Ловрен последнее время планомерно терял место в стартовом составе, потихоньку оседая на скамейке запасных. И вот сейчас самое время уходить, и Зенит подходящий вариант. Мистер Бин из России с Ловреном. Ну, это намек на легендарный уже фильм про Джеймса Бонда из России с любовью. Дело в том, что на английском он звучит from Russia with love. Ну и получается, love, Ловрен, здесь какое-то такое созвучие есть. В общем, игра слов. Куин написал, Зенит играет в Лиге чемпионов и сможет позволить зарплату Ловрена. Подходящий вариант для всех команд. Ну, в плане зарплаты здесь, кстати, она не такая большая. По слухам, как у Ивановича, весь, как Бронислав требовал зарплату в 4 миллиона. Ну, а Ловрен согласился на 2 с копейками. И вот в результате Зенит выбрал более экономный вариант. Хотя за Ловрена пришлось платить деньги уже в качестве трансфера. Ле Брин. Он как раз такой игрок, которого можно увидеть в Зените. Который подойдет этому коллективу по уровню. Ну, здесь, наверное, тонкая подколка со стороны фаната Ливерпуля. Возможно, подрисловно, что вот как раз Зенит, вот это Россия, это как раз твой уровень. А Ливерпуль не то, что нужно. Куин. Точно. Идеальный преемник для Ивановича. Подходящий вариант для Зенита. Ну, а как раз о том, что это будет размен Ивановича на Ловрена. Причем, что интересно, по слухам, Иванович может прийти как раз таки в ливерпульскую команду. Только не в сам Ливерпуль, а в Эвертон. Де Роллмен написал. Это отличный вариант для Ловрена. Кам он Утрек написал. Ловрен это жертва повышения уровня Ливерпуля. Ловрен достиг своего потолка. А планка сейчас установлена значительно выше, чем уровень его игры. Ливерпуль сильнее, чем играет Ловрен. Ну, или сильнее, чем уровень игры Ловрена. То есть здесь, опять же, достаточно логичная мысль, что Ловрен по-прежнему находится на хорошем уровне. Просто Ливерпуль прибавил так существенно, что Ловрен уже здесь не проходит в основу. Марка написал. Ловрен играл в Ливерпуле довольно хорошо, но остальные еще лучше. Поэтому настало время прощаться. Бранко Ивович написал. Как мне кажется, это интересный вариант для Ловрена. В Зените он сможет выступать на уровне Лиги чемпионов и бороться за чемпионство в России. При этом он будет также попадать в сборную Хорватии. Потому что из России футболисты регулярно вызываются в национальную команду. И в плане денег его тоже никто не обидит. В Зените серьезные финансовые ресурсы. И команда сможет себе позволить достаточно высокую зарплату. На что Звонимир Калыч написал. А я с тобой не соглашусь. На мой взгляд, Ловрен мог найти хороший вариант и в Англии. И остаться в самой сильной Лиге мира. Например, он мог бы заинтересовать большие команды, которые сейчас испытывают проблемы. Например, Арсенал и Эвертон. При этом он сохранил бы шансы на Еврокубке. Он бы получал вызов в сборную Хорватии. Но и играл бы в большом чемпионате. А не в Российской Лиге. Ну что ж, понятное дело, что Российский чемпионат уступает английскому. Здесь хорватских фанатов можно понять. С другой стороны, хорватский чемпионат еще дальше от Англии, чем Российская Лига. Поэтому не им здесь иронизировать. Макс Сукерман написал. Я считаю, что Ливерпуль ничего не потерял. Ловрен был хорошим игроком 3-4 года назад. Сейчас он уже не тот, что раньше. Слишком много ошибок, слишком медленная скорость и недостаточно агрессии в отборе. В Ливерпуле ему не место. Гомес, другие, все они сильнее его. И поэтому он не может претендовать даже на статус резервного центрального защитника. Думаю, что Клоп в ближайшее время потребует подписать новых футболистов на эту позицию. И они куда лучше подойдут команде, чем Дэн Ловрен. Ну, здесь уже вновь мы возвращаемся к английским болельщикам и их мнениям. И опять же, здесь можно понять. Действительно, так оно и есть. Ловрен сейчас даже на статус резервиста особо не тянет. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.